Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Сергей Батуков, бронзовый призер чемпионата мира по велоспорту. Шесть медалей зимнего чемпионата Европы по легкой атлетике у самарских ветеранов. Юниоры Самары выигрывают первенство России под зюдо. В Тюмени проходит первенство России под зюдо среди юниоров. Первые успехи на счету Анастасии Павленко. Золотая медаль в весовой категории до 48 килограммов. На пути к чемпионскому титулу Павленко провела пять схваток. В финале Анастасия разобралась с москвичкой Ольгой Тарасовой. У Ислама Хаметова серебро. Он боролся в категории до 66 килограммов. В финале Хаметов проиграл чемпионом мира Егору Мгдесяну. В итоге самарский спортсмен улучшил свой результат по сравнению с прошлым годом. Тогда он был третьим. В Польше зимнего чемпионата Европы по легкой атлетике самарские ветераны привезли шесть медалей. Три бронзы у 70-летней Галины Куликовой в толкании ядра в прыжках в длину и высоту. Самарчанка побила свой же рекорд в прыжках в длину 3 метра 17 сантиметров. Золото в командной ходьбе у 60-летней Веры Авиловой. А вот мужская сборная принесла бронзу. Там отличился Юрий Половщиков. Тольяттинец Анатолий Онучин пробежал 5 километров по пересеченной местности и занял второе место. Сергей Батуков завоевал две бронзовые медали на чемпионате мира по велоспорту. Самарский паралимпийц на треке Аппелдор на Нидерланды обогнал 150 спортсменов из 30 стран мира. Сначала в индивидуальной гонке на дистанции 1 километр, потом в командном спринте. Батукову помогали два москвича Никита Нагнебедов и Сергей Устинов. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.